всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой вот классный и объемный снуд данный снуд в мастер-классе я буду вязать английской резинкой теперь давайте в начале видео поговорим вот как раз таки про размеры этого снуда так как очень часто у меня в комментариях спрашивают какой длины или ширины нужно связать снуд трубу здесь смотрите мы сейчас будем говорить конкретно про этот снуд английской резинкой так как я хотела вот именно эффекта такого объемного снуда на шее поэтому как я сказала это у нас идет взрослый снуд и ширину я делала вот из расчета ну вот где то вот получается 29 сантиметров это вот именно ширина и смотрите что касается высоты то высота снуда должна быть в любом случае больше ширины так как даже просто во первых визуально это должно смотреться вот таким вытянутым прямоугольником и для того чтобы снуд хорошо драпировался на шее то здесь лучше эту высоту провязать больше то есть в принципе можно было эту высоту провязать еще более длинную так чтобы вот этих вот скажем так складок около шеи было еще больше и чтобы он смотрелся прям так объемно поэтому здесь самое главное что вы должны понять что высота снуда в любом случае должна быть больше чем вот эта ширина то есть это должен быть вот такой вот именно прямоугольник а насколько это будет больше здесь уже решать вам зависимости от того какого эффекта вы хотите то есть просто чтобы скажем так он драпировался в несколько складок или скажем так вот было прям максимально объемно и пышно вот именно вокруг шеи то здесь этот момент вы уже регулируете самостоятельно исходя из того какой эффект вы хотите получить поэтому в моем случае получается ширина 29 сантиметров и высота высота у меня получилось ровно 36 сантиметров теперь давайте поговорим про пряжу из которой я планирую вязать данный снуд это у нас будет идти пряжа alize superlano maxi значит по составу это у нас будет идти 75 процентов акрила и 25 процентов шерсти метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров пряжа идет очень мягкая она идет толстенькая поэтому в принципе вы можете использовать абсолютно любую пряжу похожего метража скажу сразу на вязание вот именно этого снуда меня вдохновила вот эта картинка видите у нас вот именно на этой пряжи идет берет плюс вот этот объемный снуд поэтому скажу сразу что если вы хотите вот именно такого эффекта объема то нужно этот снуд провязать еще более длинным нежели я буду вязать в мастер-классе я думаю сантиметров 45 даже нужно будет вязать так как вот видите здесь такие хорошие три прям складки получаются и у нас с вами уже вышел мастер-класс по вязанию берета и вот такой вот комплект вы сможете связать по моим мастер-классом и еще один момент если к примеру вы хотите чтобы этот снуд прям максимально плотно облегал шею то в этом случае снуд нужно связать поуже то есть с учетом того что это у нас идет английская резинка и она в любом случае хорошо тянется то в этом случае я рекомендую связать ширину снуда где-то примерно 25 26 сантиметров но мне сейчас нужен эффект именно объема поэтому моя ширина равна как я сказала 29 сантиметрам теперь поговорим про инструменты данный снуд можно вязать или на укороченных вот спицах длиной 40 сантиметров далее несколько первых рядов я провяжу именно укороченными спицами после чего перейду на вязание основного полотна вот снуда спицами более длинными так как снуд у нас все-таки идет широкий и вот когда спицы более длинные просто петли лежат на этих спицах более свободно здесь на самом деле не принципиально то есть можно использовать или только укороченные спицы или более длинные более длинные спицы здесь у меня идет длина от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спиц и одних вот и вторых у меня идет 7 миллиметров поэтому друзья надеюсь вам нравится данный снуд предлагаю связать сейчас его вместе со мной поэтому берем пряжу спицы и приступаем к вязанию набирать петли я сейчас буду на 2 спицы я возьму обычную чулочную самую тонкую спицу то есть в моем случае у меня это два с половиной миллиметра и набирать эти петли я сразу буду на две спицы для того чтобы наборный край у меня был эластичный поэтому если вы петли набираете свободно можете набирать и на одну спицу и вот на две спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю в моем случае сейчас 66 петель плюс мы еще должны набрать одну петлю для соединения вязания в круг поэтому и того я сейчас наберу 67 петель и так на спицы я набрала 67 петель и теперь мы должны соединить наше вязание в круг спицу на которой расположены вот эти вот кончики я беру в правую руку и вторую спицу я беру в левую руку перед тем как соединять вязание в круг убедитесь в том что здесь у нас нигде ничего не перекручено то есть видите косичка у меня ровно смотрит во внутрь по кругу и теперь получается правой спицы я снимаю первую петлю с левой спицы и левой спицы я подхватываю сейчас ту петлю на которой у нас расположены рабочие кончики и вот протягиваю через снятую петлю и спускаю кончики подтягиваю петлю возвращаю обратно на левую спицу то есть я соединила вязание в круг теперь мы должны взять маркер или нить контрастного цвета который мы будем отмечать начало ряда вот я просто вешаю сюда ниточку контрастного цвета и мы сразу приступаем к вязанию первого ряда вот в моем случае рабочая нить сейчас расположена вот перед работой перед работой я ее и оставляю никуда не перекручиваю и в этом случае первую петлю я сейчас буду провязывать изнаночной поэтому вот первую петлю я сейчас провязываю изнаночной а в первом ряду лицевые петли мы провязывать не будем мы их будем просто переснимать вместе с накидом поэтому рабочую нить я кладу сверху вот на левую спицу подхватываю следующую петельку это будет идти как бы наша лицевая петля и эту петлю снимаю вместе с накидом вот таким вот образом следующую петлю я провязываю изнаночной то есть у нас вот эти изнаночная лицевую петлю я снимаю вместе с накидом вот делаю накид и снимаю петельку и опять одна петля изнаночная и и я провязываю изнаночной следующую лицевую петлю я снимаю вместе с накидом и опять изнаночная рабочую нить вот кладу сверху на левую спицу и снимаю вот петельку следующую вместе с накидом 1 изнаночная так мы довязываем первый ряд до конца и так смотрите я довязала практически до конца ряда смотрите начинали мы с изнаночной петли поэтому обязательно закончить мы должны лицевой петлей то есть смотрите лицевую вместе с накидом я снимаю дальше мне идет изнаночная петля и и я провязываю и последняя лицевая петля я ее снимаю вместе с накидом маркер перебрасываю на правую спицу и это мы только что с вами провязали первый ряд раппорт нашего узора будет равен двум рядам поэтому мы сейчас сразу приступаем к вязанию второго ряда во втором ряду изнаночные петли мы провязывать не будем изнаночные петли мы будем снимать также вместе с накидом теперь смотрите обязательно мы сейчас должны посмотреть как лежат стенки вашей изнаночной петли в моем случае смотрите если я посмотрю то правая стенка вот она у меня идет моей изнаночной петли расположена за работой поэтому это очень важно для того чтобы петли были ровные и красивые поэтому сейчас рабочую нить я кладу сверху на левую спицу и изнаночную петлю я сейчас также просто переснимаю вместе вот с накидом за заднюю правую стенку то есть вот таким вот образом а лицевую петлю вот у нас идет лицевая петля и накид который вот мы переснимали в предыдущем ряду лицевую петлю мы сейчас должны провязать лицевой вместе с накидом изнаночная петля вот у меня идет эту изнаночную петлю я должна снять за заднюю правую стенку при этом сделав вот накид а лицевую петлю мы сейчас должны во втором ряду провязать вместе с накидом лицевой петлей вот таким вот образом то есть просто у меня идет лицевая изнаночную петлю я снимаю сделав при этом накид а лицевую петлю я провязываю с накидом который я делала в предыдущем ряду изнаночную снимаем сделав накид а лицевую провязываю лицевой вместе с накидом изнаночная вот петля моя и лицевая изнаночная и лицевая поэтому вяжем второй ряд до конца смотрите в конце ряда у меня получается лицевую провязала вместе с накидом изнаночную петлю вот я снимаю за заднюю правую стенку сделав при этом накид и вот последнюю лицевую петлю я провязываю лицевой вместе с накидом вот маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и приступаю к вязанию третьего ряда третий ряд у нас будет вязаться точно таким же образом как и 1 единственная у нашей изнаночной петли есть теперь и накид поэтому начиная вот как раз таки с третьего ряда изнаночные петли мы будем провязывать изнаночной петлей вместе с накидом поэтому вот рабочую нить я кладу сверху на левую спицу и изнаночную петлю вот она у нас идет вместе с накидом провязываю вот изнаночной петлей вот у нас идет лицевая петля она у нас видите идет одиночная без накида поэтому в третьем ряду эту лицевую петлю я буду просто переснимать не провязывая при этом сделав накид изнаночная петля плюс накид который мы делали во втором ряду мы провязываем изнаночную петлю вместе с накидом и изнаночной петлей а лицевую петлю я переснимаю не провязывая при этом обязательно делаем накид вот наше вязание теперь повторяется с первого получается по второй ряд включительно на нужную высоту то есть у нас идет чередование в одном ряду в первом изнаночные петли мы провязываем лицевые просто переснимаем изнаночные петли вот опять мы провязываем вместе с накидом которые мы делали в предыдущем ряду а лицевую петлю я снимаю при этом обязательно сделав накид следующем ряду у нас будет все наоборот то есть изнаночную петлю мы просто переснимать а лицевую петлю мы будем провязывать лицевой вместе с накидом который вот я делаю только что изнаночная лицевая вместе с накидом изнаночная изнаночной петлей вместе с накидом который мы делали в предыдущем ряду лицевую снимаем вместе с накидом поэтому довязываем таким образом третий ряд до конца конце вот третьего ряда изнаночную петлю я провязала изнаночной лицевую я пересняла вместе вот с накидом и маркер я сейчас перебрасываю на правую спицу смотрите при желании сейчас можно или продолжать вязать снуд но вот этих укороченных спицах 40 сантиметров длина или я сейчас перейду на более длинные спицы как я говорила в начале видео длина от кончика до кончика 60 сантиметров делать это на самом деле не обязательно поэтому здесь уже этот момент на ваше усмотрение то есть сейчас мы приступаем к вязанию 4 ряда я одновременно как сказала перейду на спицы именно того же диаметра вот 7 миллиметров только более длинные сейчас четвертом ряду получается что изнаночную петлю я должна просто переснять не провязывая вместе с накидом поэтому вот рабочую нить сверху кладу на левую спицу и вот таким образом подхватываю изнаночную петлю за заднюю стенку и снимаю вот вместе с накидом а лицевую петлю я должна провязать лицевой вместе с этим накидом который мы делали в предыдущем ряду вот за переднюю стенку лицевой петлей изнаночная снимаем вместе с накидом лицевая изнаночную снимаем вместе с накидом лицевая снуд на самом деле вяжется очень быстро то есть буквально за вечер я думаю вы его свяжите так как у нас идет толстая пряжа толстые спицы и рисунок этот у нас запоминается очень просто и быстро изнаночную снимаю лицевую провязываю вот вместе с накидом лицевой петлей то есть таким образом мы довязываем четвертый ряд до конца конца ряда у меня получается изнаночную петлю я пересняла вместе с накидом и лицевую петлю я провязываю вот вместе с накидом который я делала в предыдущем ряду и сейчас вот эти более короткие спицы я откладываю вот таким образом сейчас выглядит мое полотно на более длинных спицах все ровно распределяется нигде ничего скажем так не топорщится и теперь мы приступаем к вязанию получается 5 ряда 5 ряд вяжется точно таким же образом как навязали 1 и 3 ряд то есть изнаночную петлю я провязываю изнаночной вместе с накидом который я делала в предыдущем ряду а лицевую вот она у меня идет одиночную петлю я ее просто переснимаю вместе с накидом который вот я только что сделала изнаночную лицевую пересняли изнаночную провязала вместе с накидом лицевую сняла сделав при этом новый накид то есть таким образом по этой схеме которую только что мы с вами разобрали мы вяжем снуд на нужную нам длину я сейчас эту длину буду провязывать где-то примерно около 35 5 сантиметров если вы хотите чтобы данный снуд был более объемный вот к примеру как я показывала вот здесь на картинке то я думаю эту длину надо будет связали где-то может быть даже и сантиметров 45 итак смотрите вот я вырезала всю необходимую высоту снуда после того как вы вырезали ту высоту которая вам необходима нам осталось только закрыть петли и спрятать кончики закрывать петли можно абсолютно любым удобным для вас способом но самое главное что вот этот край у нас не был сильно туго перетянут поэтому каким образом буду закрывать эти петли я значит вот идет первая моя изнаночная петля эту изнаночную петлю я сейчас провяжу изнаночной далее у меня идет петля лицевая плюс вот один этот накид сейчас я сделаю после провязанной изнаночной петли накид рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя и следующую петлю с накидом провязываю вот лицевой петлей далее накид который мы сделали вот я его протягиваю и спускаю через провязанную лицевую петлю и изнаночную петлю которую мы провязывали я эту петлю также протягиваю и спускаю через провязанную лицевую петлю и опять смотрите одна петля у нас расположена вот на правой спицы делаю накид и следующая петля идет изнаночной изнаночную петлю провязываю изнаночной далее накид протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петлю и петля которая была на спице я ее также протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петлю и опять у нас все повторяется то есть петля на спице накид следующую лицевую петлю и накид я провязываю 2 вместе лицевой вот петлей далее накид протягиваю и спускаю через провязанную лицевую петлю и петля которая была на спице также протягиваю и спускаю и опять у нас все повторяется петля на спице накид по рисунку следующую петлю я должна провязать изнаночной далее накид протягиваю и спускаю и петлю протягиваю и спускают то есть так мы закрываем эти петли до конца ряда и так смотрите вот я закрыла практически все петли и у меня в конце осталась одна последняя лицевая петля давайте вместе закроем то есть петля на спице накид последнюю лицевую петлю вместе вот с накидом я провязываю лицевой далее накид протягиваю и спускаю через провязанную лицевую петлю и петля которая была на спице я ее также протягиваю и спускаю через провязанную петлю далее последнюю эту петельку вытаскиваем подлиннее и спицы можем отложить сейчас мы можем уже кончик обрезать обрезаем этот кончик вот чуть по длине и с тем учетом чтобы мы сейчас аккуратно его спрятали после того как я обрезала кончик я сейчас беру и эту петельку вот таким вот образом просто вытягиваю теперь мы должны красиво сделать вот этот стык для этого мы сейчас эту нить должны одеть в иголку с большим ушком теперь смотрите вот я отдела нить в иголку с большим ушком то есть вот идет мой край и теперь вот этих 2 лицевых дорожки я аккуратно несколькими стежками прошью таким вот образом при этом сильно мы здесь ничего не перетягиваем так чтобы это было все максимально аккуратно с этой стороны все смотрите у нас здесь получился ровный край без каких-либо переходов и теперь смотрите эту ниточку мы сейчас вот здесь проденем вот на изнаночную сторону и спрячем сейчас вот где-нибудь здесь подальше от края вот таким вот образом подтянули убедившись в том что нигде ничего не перетянуто и сейчас значит ниточку можем уже обрезать теперь мы должны взять крючок и для того чтобы этот кончик был у нас максимально незаметный мы сейчас эту нить должны расслоить на отдельные вот эти ниточки раз у нас их смотрите вот два три четыре и пять пять отдельных ниточек теперь каждую из этих ниточек мы теперь закрепим по отдельности можно будет вот просто по 2 связать между собой при этом продев чуть дальше или вот как в моем случае если у вас аналогичная пряжа каждую из этих ниточек можно еще раз расслоить и завязать вот маленькие узелочки давайте сделаем и так и так а вы выберете тот способ который подходит больше вам то есть я беру два тонких кончика и чуть дальше от этого края крючком продеваю вот сюда далее смотрите одну нить вынимаю и теперь этих два кончика здесь я могу аккуратно между собой завязать то есть я делаю сначала вот такой вот двойной узелок раз и сразу же 2 завязываю сильно не перетягиваем чтобы здесь полотно было максимально эластичное и и еще раз и еще раз то есть три узелочка и теперь этих две тонких ниточки мы можем здесь уже обрезать и смотрите здесь у нас получается такой практически незаметный маленький узелочек далее если этим же способом вы будете прятать теперь и вот эти кончики единственным и их должны продевать не в эту же сторону а куда-нибудь в противоположные чтобы они у нас располагались с разных сторон поэтому давайте вот этих две ниточки я закреплю точно таким же образом так как у меня их 5 то это ниточка у нас остается без пары поэтому я эту нить продену куда-нибудь вот здесь сразу в другое место крючок вставляю вот под петельку и эту нить еще росла и вы увидите на две части вот эту одиночную и теперь этих две вот ниточки которые только что мы с вами рассло или точно так же сейчас завяжем вначале двойной узелок один вот аккуратненько не на совсем тоненькие получаются и затем еще получается 1 и 1 и кончик здесь мы обрезаем и вот смотрите вот здесь я сейчас закрепляла эти кончики вот у нас этот край получается все ровно аккуратно нигде ничего не торчит и вот такие вот здесь если присмотреться вот-вот и вот здесь где-то у нас идет вот он идет третий узелок и вот друзья после того как мы закрыли петли спрятали кончики наш суд полностью готов сразу хотела бы показать вот этот край где мы вот здесь сейчас закрывали петли вот все получается во первых очень красиво то есть очень схожи вот как раз таки с краем где мы набирали петли вот таким образом это все смотрится эти края при этом здесь все идет эластично и хорошо тянется поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс было для вас полезным и понятным поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчик вверх но мы с вами будем прощаться обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока